Волонтерский отряд Голицынской школы номер один «Формула здоровья» пришел в гости к младшеклассникам. Сегодня они рассказывают ребятам о вреде табакокурения. Познавательное занятие проводят в рамках конкурса «Здоровая Россия. Общее дело», организованного общероссийской общественной организацией «Общее дело». Отряд состоит из 8-10 классников. Ребята у нас активные, лидеры в школе, все заявили желание сразу поучаствовать, общаются с детьми очень много, поэтому нам это было интересно. Девчонки у нас более такую активную роль занимают, они проводят занятия, а мальчики на подстраховке и технические специалисты наши. Команда у ребят сплоченная, все дружат с начальной школы и во всем помогают друг другу. К тому же сами ведут здоровый образ жизни, занимаются спортом и хотят показать в этом пример остальным ученикам школы. Я с детства мечтала стать волонтером и тут такая получилась возможность. Я очень хочу показать детям, как нужно вести здоровый образ жизни, чтобы они не повторяли ошибок старшего поколения, чтобы в будущем у нас, получается, было здоровое поколение, здоровые дети и чтобы все было хорошо. Урок формулы здоровья в четвертом классе начинается с игры. Ребята должны закончить фразу «Чтобы быть здоровым надо», затем познавательный мультфильм о вреде курения для закрепления материала, обсуждения и тематические рисунки, а в завершение фото на память. Мне понравилось то, что мы посмотрели такой интересный фильм, то, что теперь мы знаем на будущее, то, что курить нельзя, то, что загрязняются легкие, отмирают разные сосуды. Я многое знала, конечно, о вреде курения, но да, я вынес то, что я не знала, что из-за курения сосуды разрушаются, но то, что отмирают что-то и загрязняются, это я знал. После волонтеры отправляются к ученикам восьмого класса. Здесь с подростками говорят о вреде алкоголя. Вместо анимационной ленты – познавательный документальный фильм. И обходятся здесь без рисунков. Однако обсуждение показанного видеоматериала обязательно. Мне очень понравилось, потому что девочки знали, о чем они говорят. И был очень прекрасный фильм, который научил нас, что алкоголь – это всего лишь пропаганда западных стран и вообще зарубежных, и что необязательно употреблять алкоголь и становиться взрослым от этого. Занятия в Голицынской школе в рамках конкурса стартовали в феврале. Уже было 9 уроков – в начальной и средней школе. Волонтеры признаются, что с малышами работать легче, публика там более отзывчивая. Ребят постарше труднее вовлечь в обсуждение проблем. Но они планируют прийти со своими познавательными материалами в каждый класс. Будут разные тематики. В основном, конечно, они направлены на профилактику употребления ПАФа и проявитие ценностей здорового образа жизни. Но и также там есть основные глобальные темы про смысл, про ценности человека. Например, фильм «Интересный. Четыре ключа к твоим победам». Он мотивационный такой для любого возраста, в принципе, рекомендован. Второй этап конкурса «Здоровая Россия. Общее дело» завершится 25 апреля. Но отряд «Формула здоровья» решил сделать такие занятия регулярными. Ведь это поможет сформировать личную позицию по отношению ко вредным привычкам и сказать «твердое нет» алкоголю, наркотикам, табакокурению. А сами волонтеры смогут укрепиться в этой позиции и показать личный пример другим. Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».